МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему казанская семья не соглашается с условиями переселения из аварийного дома, выясняла Анна Городнова. За реабилитацией в деревню. Они ищут помещение для нашей Радуги в детюшах. Помещение не нашли, нашли в Урюме. Почему дети с диагнозом ДЦП из детюш вынуждены преодолевать 20 километров, чтобы получить помощь? Ситуацией разбиралась Альбина Минибаева. От 15-ти хотят перейти к двум. В Нижнекамске затеяли большую реформу ЖКХ. Весь город планирует поделить между двумя управляющими компаниями. Остальные станут их подрядчиками. Новость, которую власти города озвучили сегодня, обсуждает вся жилищно-коммунальная сфера республики. Дмитрий Аринин узнал, в чем логика нововведения и как это комментируют эксперты. Мы считаем, и это обсуждалось и с членами городского совета, и с активами, и с представителями СТОС. Только по мнению властей Нижнекамска, в городском ЖКХ должны остаться две управляющие компании. Жилье и по ЖКХ-17. Им предлагают поделить между собой все дома города, а их более 700. Остальные 13 управляющие компании должны стать их подрядчиками. Данная система взаимодействия или схема предоставления жилищных услуг позволит улучшить качество и будет самообъективным. Что из этого может получиться, нижнекамцы пока гадают. Только время покажет. То есть надо увидеть, как они работают, и от этого уже сложится мнение, справятся они или нет. Ну мы, наверное, привыкли уж к своим. Нам одинаково, лишь бы меньше платить. Станет ли лучше ЖКХ Нижнекамска, когда в городе останутся только две компании? Мнения коммунальщиков и экспертов разделились. Я за то, что были крупные управляющие компании, так как у крупных управляющих компаний есть и материально-технические базы, финансовые оборотные средства для того, чтобы, если что-то случится экстренно, это все устранить. Это по существу уменьшение возможности что-либо проверить. То есть исчезает прозрачность. Ну согласитесь, полгорода, да? Куда, что пошло. Коммунальный правозащитник Казани Геннадий Сомов считает, можно обойтись вообще без управляющих компаний. Я категорически против управляющих компаний. Будь будут прямые договора собственников с ресурсными организациями и договора с обслуживающими организациями, с подрядными организациями, которые занимаются ближайшими услугами. По некоторым сведениям, эта реформа в Нижнекамске ответ на приход в город московской фирмы, которая взяла под свою контроль большинство управляющих компаний, как раз тех, кому по нововведениям быть подрядчиками. В московской фирме нам подтвердили, долю в компаниях Нижнекамска они действительно выкупили, и им интересно управлять жильем в городе. Безусловно, мы смотрим на это как на бизнес. Но это не значит, что мы не будем оказывать услуги. Это наоборот говорит о том, что мы должны оказывать более качественные услуги, чтобы люди хотели у нас заказывать дополнительные сервисы. Опрошенные нами эксперты к московским ЖКХ-бизнесменам относятся с настороженностью. Определенная московская организация, которая зашла со своим бизнесом по обслуживанию населения во многие регионы Российской Федерации, но отзывы именно жителей этих районов, вот если почитать отзывы, это просто отрицательные последствия именно обслуживания этого пиккомфорта. Это не очень удобно республике Татарстан. Цель данной компании заключается в том, чтобы покупать управляющие компании и также продолжать осуществлять данный бизнес. Ну, то есть уже с позицией московской. Мы сами разберемся, от этих москвичей пока только один геморрой. Что касается вопросов, как будет отодоводство работать или хуже, продающую компанию должны оптимизировать не администрации, а люди должны понимать, кого они хотят, а кого не хотят. Новую коммунальную схему, чтобы она заработала, должны рассмотреть на собрании их собственников жилья. То есть, в конечном счете, будущее управляющих компаний и городского хозяйства зависит от самих нижнекамцев. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Интеллектуальные сети, которые сами сообщают об аварийных ситуациях и объеме подаваемой энергии. Такое стало возможным благодаря тестовому проекту сетевой компании в Буинских электрических сетях. Новую автоматизированную систему установили в поселках Нижние Визавы и Исаково Зеленодольского района. Ну, здесь находится рабочее место, в общем-то, диспетчера. Это предоставлена мнемосхема Свиярского РЭС. На мнемосхеме все электрические сети, как на ладони. Множество сигнальных устройств и изображений – это и есть внутренние связи контролируемого объекта. И если раньше о неполадках узнавали только от пострадавших жителей, то сейчас при поломке система сама сообщает, что и где нужно срочно отремонтировать. Так, бригада ОВБ, вы готовы? Зайдите сюда, у нас есть повреждения на линии. Короткий инструктаж и уже спустя считанные минуты бригада отправляется на вызов. Пока такое умное оборудование – это тестовый проект сетевой компании. Его установили в поселке Нижние Визавы и селе Исаково Зеленодольского района. С внедрением данной системы, а их диспетчер, у диспетчера появилась возможность уже, находясь на рабочем месте, определить, на какой комплект на троформатной подстанции выявилось отключение. И у него появилась уже возможность целенаправленно отправлять бригаду оперативно-выездных бригаду непосредственно на этот фейдер. Что и где нужно чьи, бригада знает еще до прибытия на место. Оказавшись здесь, они словно спасатели быстро снаряжаются в каске, перчатке и осматривают трансформатор. Именно в нем и находится тестовое оборудование. Мы провели апробацию элементов системы умных сетей, именно элементов системы, для того, чтобы понять, какую концепцию нам принять для развития этой системы. Данную систему мы тестировали на трех трансформаторных пунктах, в двух населенных пунктах. Быстро узнали, быстро среагировали. Пока только в теории. Аварийных отключений на этой территории за год зафиксировано не было. Сейчас же у энергетиков сетевой компании появился действенный инструмент для повышения наблюдаемости электрической сети. А значит, надежность электроснабжения и учет электроэнергии у них под контролем. Долгострой 6503 в Челнах будет достроен до конца года. Об этом сегодня сообщил исполнительный директор компании «Профит» Анатолий Кондюков. Его фирма теперь завершает работы, некогда начатые фоном. На достройку дома заложили 120 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на устранение проблем в подвале, заливку бетонного основания и усиление основных конструкций. Сегодня здесь у меня работает, ну, где-то порядка 40-45 человек работает. А работы практически не видно, потому что все это мелочевка. Больше мы сегодня не строим, больше мы сегодня демонтируем то, что было сделано. Идей много, земля одна. Сегодня авиастроительный районный суд Казани рассмотрел дело о самовольной застройке частной стоянки. Самое интересное в этой истории, что и владелец, и застройщик один и тот же человек. На участке по улице Дементьева, купленного под машину, он возводит торговый центр, считает прокуратура. В суде стало понятно, на него могут наложить штраф, а здание снести. Давно работаете здесь? Самый начатый. Сколько лет? С Нового года. Тогда и огородили землю забором, а внутри закипела работа. И во что она выльется, знал только новый владелец. Купив в июне прошлого года участок, он оформил его как парковочные места. Но растущие металлоконструкции все больше походили на павильоны. Сначала это была стоянка, но после проект начал расти. То ли в стоянку покрупнее, когда владелец начал присоединять к ней участки поменьше, то ли в торговый центр, но без каких-либо разрешений. Разрешение на строительство объекта по указанному адресу не выдавалось. Соответственно, чьи заявления от заинтересованных лиц в управление не поступало. А значит, это самострой, дело которого дошло до суда. По словам владельца, земля в процессе межевания. И ее он оформит под торговый центр. Хотя пока это все еще стоянка. Из этой конструкции можно сделать все, что угодно. То есть она не имеет никакого бетонного основания. Абсолютно. На строительство ТЦ заявляет владелец, кто-то ему подготовит разрешительные документы. Кто именно, раскрывать не стал. По его просьбе суд согласился рассмотреть эти документы. Он их должен представить на следующей неделе. На это время объявили перерыв. Публичные слушания еще не прошли. После этого там тоже длительное время должно пройти. Должно быть принято решение мэром города Казани. Соответственно, эти все процедуры соблюсти он физически не успеет. Если все же владелец не сможет оформить строительство торгового центра, по решению суда конструкции будут обязаны снести. Гособвинители выяснили, неподалеку взлетают и приземляются самолеты. Поэтому даже оформленная постройка будет угрожать безопасности полетов. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Когда-то был красивый фонтан, сейчас это болото. Со своей проблемой в нашу редакцию обратились жители улиц Карбышева и Рихарда Зорга Казани. В их излюбленном для прогулок сквере высох фонтан. Сегодня вместе с нашей съемочной группой здесь побывали и экологи республики. Что они сказали, узнал Сергей Хайдаров. Первоначально, когда запускали красиво, и фонтаны были, и все, так приятно было здесь гулять. Таким это место помнит Родион Бурзуев. В этом районе он живет почти 20 лет. Говорит, раньше этот фонтан был местом притяжения и молодых, и пожилых. Теперь большую часть лета вместо воды голый бетон. Регулировка фонтана не происходит, это сразу говорит. Вода появляется где-то, наверное, в середине июля. Но грязь, порядок, сами видели. Этому фонтану на улице Карбышева уже порядка 20 лет. И по словам местных жителей, таким это место они помнят только последние два года. Сейчас здесь очень мало воды, дурно пахнет и очень много мусора. И в таких условиях приходится жить местным обитателям, которых здесь немало. Много не только птиц, но и желающих их покормить. Здесь сотни прогуливающихся ежедневно. И лишь некоторые верят, фонтан приведут в порядок. Два года не чистили. В этом году почистят и по новой реконструкции будет у нас. Кто вам пообещал? Кто пообещал? Строители, которые воду выкачивают, вы же видите, они воду откачали уже сколько. Два дня почему-то не приезжают. Пахнет грязно и бортов нет, чтобы, ну, небезопасно. Вот даже жалко вот этих водок, которые плавают, вот кормят люди. А посмотрите, это вообще. А дети же смотрят и любуются на эту грязь только и все. На такой фонтан эмоции отреагировали экологи республики. Приехав на место, специалисты оценили уровень загрязнения. По данному фонтану будет составлен акт обследования и будет направлен исполнительный комитет города Казань для принятия мер для ликвидации свалки данного фонтана. Чистота это часть проблемы. А будет ли работать фонтан? С этим вопросом мы обратились в исполком города. Ответ последовал неоднозначный. В комитете по благоустройству о проблеме знают, собираются отправить группу для оценки ситуации. Она-то и решит, ждет ли этот фонтан новая жизнь. Сергей Хайдаров, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. О проблемном фонтане казанцы с улицы Карбышева нам сообщили по телефону. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 570-5017. Строительство завершается, благоустройство начинается. Возведение подземного паркинга у НКЦ Казань на финальной стадии. Сегодня на стройке побывал Ильсур Медшин. Напомним, четырехъярусную парковку на 957 машин и мест возводится по заказу компании Таив. Благоустроят и всю территорию досадов Фукса. Прогулочная зона, амфитеатр, панорамные виды на мост Миллениум. Очень красиво, достойно. Не нарушили существующую архитектуру, добавили благоустройство, красоту, удобство, чистоту. Поэтому еще один объект от Таива – подарок города. Жильцы аварийного дома по улице Епеева не хотят выселяться из квартиры. По решению Вахитовского суда Казани, исполком расторгнул договор социального найма. Семья должна переселиться в микрорайон Салават-Купере в однокомнатную квартиру. Но этот вариант их не устраивает. В аварийном доме, утверждают они, у них две комнаты на пятерых. Но жить там стало невозможно. Накануне отключили коммуникации. Есть ли решение проблемы, выясняла Анна Городнова. Вот это моя квартира, две комнаты. Они небольшие, 13,1, и 9, и 8. Кто отключил в доме газ и электричество, Наталья не знает. Ночевала при свечах и согревалась с чаем из термоса. Это термос маме. Вчера она мне вечером налила кипяток. Семья теперь ищет съемную квартиру. Наталья охраняет нажитая за 30 лет. Теперь она живет в трехэтажном доме совсем одна. Соседей, а это 23 квартиры, уже расселили. Этому зданию 123 года. Когда-то здесь была церковно-приходская школа. Но в советские времена сюда заселили людей. Сейчас дом хотят отреставрировать и включить его в комплекс Казанского Богородицкого мужского монастыря. Здание объект культурного наследия, но ни разу не видела капремонта. В 2009 году его признали аварийным. Жильцов начали переселять. И по решению суда расторгать договоры социального найма. Но семья Максимовых на условия переезда не соглашается. Исполком предлагает им квартиру в салаватку и пире. Даже больше площади, но однокомнатную. Пять человек семья здесь мы жили. Сейчас вот две моих дочери, семья старшей дочери. Поэтому для нас важно, чтобы у нас было, пусть маленькие, небольшие, но две. Две комнаты было. Как объясняют юристы, если бы семья была собственником помещения, исполком выплатил бы компенсацию, но жилье муниципальное и непригодно для проживания. А значит город вправе расторгнуть договор социального найма. Предоставляемое жилье по жилищному кодексу должно быть равнозначным только по площади. Там ограничение только идет по минимальным размерам площадей и по местонахождению в пределах одного муниципального образования. То есть тут ограничения только такие. Что касается количества комнат и так далее, таких, скажем так, показаний в законодательстве отсутствуют. То есть все привязано именно к площади, а не к количеству комнат. В принципе, если площадь большая позволяет, никто не запрещает в последующем сделать перепланировку. Наталья не теряет надежды. Подала касационную жалобу Верховный суд Республики. Хотя независимые юристы в данной ситуации считают лучше синиться в руке. Анна Городнова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. За реабилитацией в деревню. Они ищут помещение для нашей Радуги в детюшах. Помещение не нашли, нашли в Урюме. Почему дети с диагнозом ДЦП из детюш вынуждены преодолевать 20 километров, чтобы получить помощь? В ситуации разбиралась Альбина Минибаева. История чемпионатов мира. Это практически 100 лет. Это 20 турниров, каждый из которых тянет на один том, наверное. Что собрал в своей книге футбольный комбинатор Георгий Черданцев и на кому ставит в чемпионате Лина Зинатулина. Поздравление с днем рождения принимает председатель Государственного Совета Фарид Мухамедшин. Ему сегодня 71 российский государственный политический деятель. Во главе парламента Республики он с 1998 года возглавляет Полицовет Единой России, представляет Россию в Совете Европы. А еще руководит Советом Ассамблей народов Татарстана. Как президент Федерации волейбола Республики посещает практически все матчи команды «Зенит» и не только. Его часто можно увидеть за рулем ретроавтомобилей. Наша телерадиокомпания присоединяется к многочисленным поздравлениям в его адрес и желает ему жизненного и политического долголетия. Продолжение следует, сказал президент. Сегодня фермеры Бавлинского района попросили Рустама Вениханова продлить республиканскую программу обновления сельхозтехники. Программа 40 на 60 будет жить. Об этом президент говорил на полях Бавлинского района. Сегодня он знакомился с ходом посевной на юго-востоке республики. Посевная в Бавлах остается 5000 гектаров. Тракторы и сейлки дают по 1000 с лишним гектаров в день. Финиш примерно к пятнице. Если пускать в дело все машины, больше 200 тракторов, 100 сейлок, 19 посевных комплексов. Их закупили по программе 40 на 60, по которой республика помогала обновлять районные сельхозпарки до этого года. Но нельзя ли эту программу продлить хотя бы на пару лет? Мы могли бы обновиться вообще капитально. В этом году мы эти лимиты отправили на молоко, но в следующем году мы хотим вновь возобновить эту программу. Детвора в спорте, детский сад в ремонте. Этим летом в селе Покровский у Рустамак обновляются сразу два учреждения. Детский сад и ДК. Последний распахнет двери в конце лета. Надеюсь, вот клуб, который у нас. Садик у вас. Дорога, спасибо за это. Еще приглашаем на открытие клуба назад. Далее по маршруту президента Ютазы и Ознакаева. Какие сюрпризы агрария преподнесла почва и каков темп пассивной на юго-востоке республики, расскажем в 21.30. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Бавлинский район. За психологической помощью и реабилитацией в деревню. Дети с диагнозом ДЦП города Тетюши вынуждены преодолевать 20 километров, чтобы психолог с ними поработал в специальной комнате. Четыре месяца родители просят у администрации вернуть комнату снова в районный центр. Пока на письма лишь отписки, а все даты расплывчатые. Арбина Минибаева о том, как уходит время. Смотри, кто это? Под присмотром трехлетней Пелагеи наш оператор. Отлечь или удержать внимание девочки самое сложное для мамы. У малыша туберозный склероз. Помощь раньше оказывали в самих тетюшах в службе Радуга. Но с ноября за ней приходится ездить в деревню. В течение четырех месяцев мы пишем уже непосредственно и главе, и всем, и в министерство образования. Они приходят к нам, спускают письма о том, что все решается, все проконтролируется, но никаких решений нет. Любому ребенку с УВЗ положено по индивидуальной программе реабилитации психологическая поддержка. И вот, знаете, обидно то, что на протяжении вот этого времени ребенок ее не получает. В детюшках примерно 40 детей с нарушениями речи, слуха или зрения. С ноября у всех один маршрут в село Урюм. Для малышей со сложным диагнозом этот путь кажется бесконечностью. Теперь помощь детям с диагнозом ДЦП оказывается в здании детского сада. Переезд в периферию все-таки сыграл свою роль. Посещение стало реже. Вот и сегодня двери службы закрыты. Радуга. Проект психолога Веры Евграфовой. Пять лет назад она выиграла грант, чтобы получить специальное оборудование для занятия с особенными детьми. У нас было помещение, но потом оно пришло в негодность. Вот так случилось, что там аварийное состояние. Психолог-педагогическая служба Радуга, она является филиалом первой школы как раз-таки вот этого помещения, которое сейчас находится в ремонте. В первой школе Тетюш Радуга не осталась из-за ремонта. Исполком, говорит, переезд в село был вынужденным. Доступная среда, пантусы, специализированные санузлы. То есть в черте города на тот момент у нас не было такого помещения. Мы составили протокол с просьбой, чтобы до 15 мая вопрос решился по поводу перевода психологического центра Радуги в Тетюше. Подписи, пожалуйста, все есть. С нами никто не связался. 15-е прошло, а Радуга до сих пор в деревне. Однако чудеса случаются. Во время съемки этого материала администрация нашла для Радуги новое место. В скором времени психологическую службу Радугу должны разместить в здании социальной защиты. Например, пока это кабинет централизованной бухгалтерии, но уже скоро выведет все документы, стеллажи и компьютеры. И здесь разместят сенсорную комнату и сухой бассейн. Вот это помещение также у нас будет под Радугу. Сколько еще придется преодолевать детям 20 километров? Точную дату переезда исполком не называют. А мы остаемся на связи. Мы готовы преодолеть и 200 километров, чтобы расстояние для малышей сократилось. Альбина Минебаева, Амарат Зайдулин, ТНВ, Тетюшский район. 25 мая все детские лагеря Татарстана должны быть сданы. С 14 в 12 капремонт завершен. Все по республиканской программе. В этом году на работу выделено более 100 миллионов рублей. Это на обновление корпусов, мебель и инфраструктуры. Алина Бережная на месте оценила преображение. Здесь у нас находится вожатская. Здесь находится у нас чемоданная с правой стороны. А еще душ, умывальник и мягкие кровати. Такого благоустроенного корпуса детский лагерь «Чайка» не видел с 2007 года. Здесь в 9 комфортабельных комнатах разместятся по 4 ребенка. У каждого отдыхающего своя тумбочка и шкаф. Правда, такой уютный корпус пока что только один во всем лагере. На этом корпусе дело не остановится еще. На будущий год нам еще построят и дальше, пока не построят все заново. Очень приятно же работать, когда душа не болит за то, что дети в дождь бегут в туалеты. Дети в дождь идут умываться на улицу. Вот это наша обновленная столовая. Вы видите, светлая, большая. Яркие розовые стены, стильные занавески, современная мебель. В обновленную столовую дети попадут только 13 июня. Но здесь уже все готово ко встрече первой смены отдыхающих. Пять чудес для чудо-лагеря таким девизом «Живет чайка». И одно из чудес – это спортивное развитие. В этом году детей, кроме новой столовой и корпуса, ждет и открытие тренажерной площадки. Рабочие уже выровняли землю, на этой неделе привезут щебенку. Ну а к 25 мая здесь появятся тренажеры. Ремонт кровли, фасады, новая инфраструктура с весны преобразили с 12 татарстанских детских лагерей. На стадии завершения еще два, а шесть лагерей и вовсе этим летом впервые распахнут свои двери. Всего программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей реализуется в Республике Тарстан с 2014 года. За период с 2014 по 2017 года в Республике Тарстан отремонтировано 40 объектов. Вновь построены 10 объектов и реконструировано 6 объектов на сумму 46 миллионов рублей. Всего в этом году на программу капремонта лагерей выделено 112 миллионов рублей. К 25 мая все объекты должны быть готовы. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Высокогорский район. Легендарные голы, футбольные курьезы и необыкновенные судьбы о чемпионатах мира пишут книги. Одну такую спортивный комментатор Георгий Черданцев презентовал казанцам. Что в ней собрано и кому он пророчит чемпионство узнал Алина Зинатолина. Чак-чак в подарок и десятки желающих пообщаться и получить автограф. Известный футбольный комментатор с порога делится. Казань один из самых наших комментаторских любимых городов для командировок. Поэтому на всякий раз сюда приезжаю с удовольствием. Очень рад, что у вас будет много матчей во время чемпионата мира. Футбол-феномен среди видов спорта. Самый массовый, самый зрелищный, с самыми разными фанатами. Я болельщица, просто-напросто болельщица всего мирового футбола. Я смотрю европейский футбол, я смотрю все чемпионаты Европы, даже Азии стараюсь. Люди нашей эпохи, журналисты, всегда люди интересные, мыслящие. Тем более он освещал пять чемпионатов мира. Я думаю, что здесь столько информации всевозможных. Чего стоит история вратаря Барбозы в финале чемпионата 50-го года, пропустившего гол? На родине бразильца буквально прокляли до конца жизни. Самые яркие эпизоды турнира со слов очевидцев легенд советского футбола и по архивам. Два с половиной года, практически все свободное время я уделял работе над книгой. Я съездил в музей FIFA, я работал три дня в библиотеке, чтобы не повторяться. Потому что вдруг такое издание, похожее, существовало и существует на другом языке. Теперь в одном месте все главные матчи, сенсации и курьезы. И, конечно, лица каждого из чемпионатов за почти век. Вопрос автору, чего ждать от пока грядущего мундиаля. Кто вы стали чемпионом мира 2017 года? Какая страна? По моему поводу очень много шуток в интернете. Помните, там кого-то полковник нашли с миллиардом наличных денег. И была шутка, что это у него столько денег, потому что он ставил против моих прогнозов. Шутки шутками, но фаворитов черданцев не скрывает. Германия или Бразилия. После исчерпывающих ответов долгожданная автограф-сессия. Лина Зинатульна, Андрес Стальцев, ТНВ Казань. Чтобы стать хорошим футболистом, заниматься нужно с детства. Так считают воспитатели и родители дошколят Нижнекамска. В 94-м детсаду приучать к футболу мальчиков стали еще с яслей. Для этого специально пригласили детского тренера. В футбольную группу ходит около 20 дошколят. В дальнейшем, если ребенок захочет серьезно заниматься футболом, у него есть шанс попасть на обучение в детскую спортивную школу «Нефтехимик». Дети уже потихоньку были подготовлены к будущему школе, к учительству скульптуры. И где-то кто-то, если какие-то у нас мальчишки проявят себя в хорошем смысле, получится хорошее качество, то к нам на футбол «Нефтехимик» уже просматриваем. И зоопарк не нужен. Посетители Челнинского парка «Прибрежный» наблюдать за жизнью местных обитателей. Бобров могут в естественных условиях. С наступлением тепла крупные грызуны покинули свои жилища. Как только солнце скрывается за горизонтом, они выходят на берег, тут же привлекая к себе внимание горожан, которые угощают их лакомствами. Скоро у бобров начнется активная пора. Летом животные займутся строительством хаток. Никогда так близко не видели большой прожорливый бобер. Любят черные сухари они от черного хлеба и капусту, кочерыжки от капусты. Едят с удовольствием. Сюда очень часто ходим смотреть и кормить бобра, как они кушают, наблюдать за ними. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ. В студии Алмазгофиатов. Суперкубок в кармане, бронза в уме. Ватерпольному синтезу остался один шаг до медали российского чемпионата. Одержав победу в двух стартовых поединках, казанцам необходимо выиграть на выезде у подмосковного штурма. Задуматься о серьезных намерениях соперника синтезу пришлось уже в первом поединке. Равная по всем показателям игра едва не стала для казанцев проигрышной. Удачный розыгрыш мяча в концовке спас хозяев от сенсации. Во второй встрече синтезовцы играли более убедительно и повели в серии со счетом 2-0. Теперь для медали необходимо одержать победу на выезде. Завтра команду за победу в суперкубке будет честовать президент Рустам Миниханов. А уже после заключительного матча в Подмосковье игроки отправятся в долгожданный отпуск. Было непросто. Команда «Штурм» очень молодая, очень амбициозная, отличные ребята. Но мы сегодня играли командой, были друг за друга. И только с аэропоспособностью, только с самоотдачей удалось сегодня выиграть матч. Выбрали президента федерации. Сегодня во дворце водных видов спорта Казани прошла отчетно-выборная конференция Федерации плавания республики. Руководителем структуры избрали министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова. Ранее этот пост занимал министр земельных и имущественных отношений республики Азад Хамаев. Что касается результатов, то показатели на российской и международной арене у Татарстана достойные. К примеру, бугульминский плавец Александр Красных за последние несколько лет стал многократным призером чемпионатов мира и Европы. А также завоевал золото мировых стартов на короткой воде. Потенциал у нас огромный, это очень радует и те результаты, которые уже есть, также очень радостные, потому что, ну так и должно и быть, наверное, при такой инфраструктуре, другого не может быть. И в завершении к новостям стендовой стрельбы. Вблизи Вены завершился розыгрыш гран-при Австрии. В заключительный день соревнования на второй ступень педестала в Миксте на круглом стенде поднялись татарстанцы Альбина Шакирова и Николай Теплый. В финальном раунде наши стрелки совершили 49 точных выстрелов и всего одну тарелочку уступили товарищам по сборной. Александру Земляну и Анастасии Крахмалевой. Напомним, накануне юниорский этап принес татарстанским стрелкам две медали. Геннадий Мамкин выиграл золото, а Полина Князева – бронзу. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике установилась комфортная и по-летнему теплая погода. В предстоящие сутки температура еще немного повысится. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана ясная погода сохранится. Температура воздуха составит плюс 27 градусов. На северо-востоке солнечно до плюс 27. На севере республики ясно, без осадков. Там температура воздуха составит тоже плюс 27 градусов. На северо-западе ожидается ясная погода до плюс 25. На юго-западе республики солнечно плюс 25. В центре Татарстана ясно, без осадков и плюс 27. В последующие сутки в республике будет тепло, но возможны и осадки. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов. Клиника доктор Осна Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани ясная погода сохранится. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 42%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.